Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Второй случай за неделю. Еще одного украинца с ружейными патронами задержали на белорусской границе. В функции пропуска новая рудня во время досмотра автомобиля пограничники в подлокотнике между сидениями обнаружили 9 патронов к охотничьему ружью 20-го калибра. Гражданин Украины пояснил, что он охотник. Патроны забыл выложить из машины. Был не в курсе, что эти предметы запрещены к перемещению через белорусскую границу. Патроны изъяты и отправлены на экспертизу. Проводится проверка. Неудачная попытка. Два жителя Жлобина на минувших выходных пробрались ночью на склад филиала Рогачевского молочноконсервного комбината и стащили коробки с продукцией. Но далеко с краденым им уйти не удалось. Воров заметила кладовщица. Она их спугнула. Те бросили груз и быстро ретировались. Женщина обратилась на КПП. Там нажали тревожную кнопку. Сотрудники милиции, прибыв на место, выяснили, что неизвестной часть коробок успели перебросить через забор. Несколько осталось на территории склада. Несостоявшихся воров задержали спустя несколько дней. Один из них оказался бывшим работником склада. Мужчина обвиняется в покушении на кражу. В Калинковичах автомобилист сбил 50-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части. За рулем «Ауди» находился 33-летний мужчина. Он ехал по улице Суркова в направлении Советской. По краю проезжей части в попутном направлении шла женщина. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд. Пострадавшую госпитализировали. Такой обзор в происшествии к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Руслан Габрилев.